Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать об очень больших числах. Какие вообще большие числа бывают? Ну там, миллион, миллиард, может быть, триллион или квадриллион? Ведь для любого числа мы всегда можем найти число больше. Но что если есть такие большие числа, которые уже ведут себя странно, которые мы не можем записать или которые мы даже не можем вычислить, даже на бесконечно мощном компьютере? На ютубе есть много видео, где доходят до числа Грэма, но сегодня мы пойдем гораздо дальше. Но начнем с самого начала. Триллион – это самое большое число, которое мы можем слышать каждый день в новостях. Обычно его упоминают, когда говорят об экономике. Это 1 и 12 нулей или 10 в 12 степени. Но так ли это много? Ведь даже в литре воды находится примерно 100 триллионов триллионов атомов или 10 в 26 степени. Но и это достаточно мало по сравнению со следующим числом. Гугл – это 10 и 100 нулей. По одной из версий именно в честь него был назван Гугл. А в Китае вместо Гугла используют Байду, которая переводится как 100 раз, что тоже может быть отсылкой к Гуголу. Следующее число, которое часто приводят в качестве примера огромного числа – это Гугл Плекс. Это 1 и Гугл нулей. Или 10 в гугольной степени. Это так много, что мы это уже даже не сможем записать. Потому что частиц во Вселенной примерно в 100 триллионов раз меньше, чем Гугл. Даже если мы каждую частицу будем использовать как ноль, то мы не сможем этими частицами записать Гугл Плекс, нам не хватит. Нам нужно будет еще в 100 триллионов раз больше частиц, чем есть в наблюдаемой Вселенной, чтобы записать Гугл Плекс. То есть, если Гугл уже было такое большое число, то представьте, насколько большим будет Гугл Плекс. Он не сравним уже ни с чем. Или, подождите, может быть, это не такие уж и большие числа? Ведь, смотрите, Гугл – это всего лишь 10 в сотой. 1 и 100 нулей. А Гугл Плекс – это 10 в степени Гугола. То есть, 10 в степени 10 в степени 100. Мы это записали несколькими цифрами. Это используют обычные степени, которые проходят в школе. Это занимает буквально несколько клеточек в тетради. Но что, если есть такие большие числа, что мы их даже через стандартную математическую нотацию уже не сможем просто так записать? И первым таким важным достаточно большим числом, о котором я бы хотел рассказать, является число 3-3. Да, оно вот записывается через такие вот стрелочки. Это называется нотация кнута. Это достаточно просто. Ведь, смотрите, когда мы умножаем натуральные числа, можно сказать, что мы просто их складываем много раз. Например, когда мы А умножаем на Б, мы просто Б раз А прибавляем к А. Дальше мы берем степень. Тут тоже все просто. Когда мы А возводим в степень Б, то можно сказать, что мы А Б раз умножаем на А. Со стрелочками все так же. Смотрите, если есть одна стрелочка, то это все тоже возведение в степень. То есть, А стрелочка Б – это А в Б этой степени. Если у нас две стрелочки, то это значит, что мы А Б раз возводим в степень А. Соответственно, три стрелочки – это мы уже будем повторять вот предыдущие две стрелочки Б раз. То есть, нотация кнута является что-то вроде продолжением сложения, умножения степени, или просто, как называют, гипероперации. Конкретный пример. Если у нас есть три стрелочка 3, это 3 в степени 3, то есть 27. Если у нас есть три две стрелочки 3, то это 3 в степени 3 в степени 3. То есть, мы повторяем эту степень три раза, и у нас уже получается 3 в 27. А 3 в 27 – это уже где-то 7,6 миллиардов. То есть, вот так быстро позволяют эти стрелочки наращивать числа. Если мы возьмем 3, потом 3 стрелочки и еще 3, то получится то самое число, которое называется 3,3. И тут нам нужно вот эти степени повторить те самые 7,6 триллионов раз. То есть, у нас будет 3 в степени 3, в степени 3, в степени 3. И так 7,6 триллионов раз. Это просто огромная башня из степеней. Это число уже настолько большое, что мы даже не можем оценить количество его нулей. Мы даже приблизительно не можем оценить количество его нулей, настолько их много. То есть, это уже несравнимо ни с какими гуглплексами. А что если мы добавим всего лишь одну стрелочку? Заметили, как быстро растет эта последовательность? Без стрелочек просто 3. Если мы поставим между тройками одну стрелочку, то это 27. Две стрелочки это уже 7,6 триллионов. Три стрелочки это уже то самое 3,3, которое уже даже невозможно никак записать или даже оценить. Четыре стрелочки это будет просто мега-гигантское число. Смотрите, в математике используют такие знаки, как больше и меньше, да? Но еще используют, например, гораздо больше или иногда гораздо меньше. Это не является каким-то формальным таким обозначением, это просто удобно. То есть, мы показываем, что одно число гораздо больше другого, чтобы все поняли, что между ним есть большая разница. Но еще можно добавить такое обозначение, как просто несравнимо больше. Это значит, что если мы даже, например, возьмем гуглплекс в степени гуглплекса в степени гуглплекса в степени гуглплекса и спишем так полвселенной, то мы все равно не дойдем до вот этого числа 3, 4 стрелочки 3. Это число, кстати, называется G1, или первое число в последовательности ГРЭМа. И оно несравнимо больше, чем, например, гуглплекс. Я бы мог, конечно, добавить еще пятую стрелочку и говорить, насколько гигантским получится число. Это как в презентации Apple, где каждый год у нас самый-самый лучший айфон, который мы когда-либо делали. Точно так же здесь мы будем наращивать числа, и каждый раз можно говорить о том, насколько гигантскими и несравнимо большими по сравнению с предыдущими они получаются благодаря этим стрелочкам. Но что, если мы пойдем сразу дальше? Сделаем такой большой шаг, и вместо того, чтобы добавлять пятую стрелочку, добавим G1 стрелочек. Как помним, G1 это 3, 4 стрелочки 3, то есть мега-гигантское число. Если мы добавим G1 стрелочек, у нас получится число, которое просто несравнимо больше ни с чем, что было до этого. Такое число называется G2. Если мы напишем 3, потом G2 стрелочек и еще 3, то у нас получится G3 и так далее. То есть мы будем все плодить из этой стрелочки все больше, больше, больше. То есть, например, чтобы получить G64, нам нужно взять 3, потом G63 стрелочек и потом еще 3. И вот это вот G64, это будет просто гигантское, это будет мега-гигантское число. И оно называется число Грэма. Оно довольно известно, о нем очень много информации в интернете. Число Грэма так известно, во-первых, потому что оно очень большое. Оно просто несравнимо ни с чем из реальной вселенной. Во-вторых, оно использовалось в реальном математическом доказательстве. Ну, точнее, даже не совсем в доказательстве, а в верхней границе оценки решения. Но все равно, все равно это было очень круто, хоть сейчас оно уже и не актуально для того доказательства. Сейчас это уже даже больше напоминает какую-то область философии. Потому что интересно, насколько далеко от наблюдаемого мира мы можем уйти в наших рассуждениях. Ну и вообще, число Грэма это самое начало. Это очень маленькое число. Потому что число, которое пойдет дальше, оно просто несравнимо с числом Грэма. Несравнимо это значит, что в рамках описания числа Грэма нам просто не хватит никаких символов, чтобы написать следующее число. Даже если мы напишем не g от 64, а g от гугола или гуглплекса, или g от g от g от g от g от g от g. И вот этого всего не хватит, чтобы описать следующее число. Также еще можно заметить, что все вот эти большие числа мы получаем как элементы некоторой последовательности. Например, мы брали 3, 1 стрелочка 3, у нас было 27. 2 стрелочки это там уже вот эти 7,6 триллионов, да, там 3 стрелочки это вот то самое 3,3, 4 стрелочки это g1. То есть можно выразить как некоторую последовательность. Первое число 27, второе 7,6 триллионов и так далее. Или последовательность вот этого вот Грэма. То есть g1, g2, g3. Можно заметить, что вот эта последовательность Грэма, она растет гораздо быстрее, чем последовательность наращивания стрелочек. Дальше мы уже больше не будем говорить ни о степенях. Ни о стрелочках. Все подобные обозначения, они слишком маленькие, чтобы выразить следующие числа. И первое такое число, о котором я хочу поговорить, создается с помощью функции, которая называется 3. Ну вот это 3. Смотрите, что нам тут надо делать. Теперь мы больше не используем, как я говорил, никакие функции. Мы просто сейчас будем рисовать картинки. Это что-то вроде такой игры. Мы должны нарисовать некоторое количество точек. На первом шаге мы рисуем лишь одну точку. На втором мы рисуем две точки. На третьем три и так далее. При этом точку мы соединяем с другой точкой, так, чтобы получилось некоторое дерево. То есть первая точка у нас будет некоторым таким корнем. Из нее будут идти ветви. Можем его рисовать как угодно. Главное, чтобы все шло из корня, чтобы не было каких-то там циклов. Чтобы это было именно дерево. Ну, в математике есть такое определение дерева. Но можно это сравнить с реальным деревом, где ветви растут из некоторого корня. И при этом нам нужно, чтобы каждое следующее дерево не содержало в себе предыдущее. И не просто не содержало предыдущее, а даже если мы уберем из этого дерева все, кроме вот этих вот конечных ветвей и их общего предка, какого-то ближнего к корню, то тогда оно все равно не должно содержать. Да, это немного сложно звучит. Я могу оставить ссылку на статью про эти деревья в описании. Но это все вообще не важно. Потому что важно именно то, сколько таких деревьев мы можем нарисовать. Смотрите, если мы используем один цвет, то мы сможем нарисовать точку. И дальше все. Потому что все, что мы нарисуем дальше, будет уже содержать эту точку. Вот этот вот корень дерева. Если мы нарисуем две точки, то одна из них, ну любая, будет той самой точкой начальной. То есть это дерево уже содержит то, а значит правила уже нарушены. То есть нам нужно нарисовать как можно больше точек так, чтобы они не содержали предыдущие вот те деревья по вот тем вот правилам. Но если у нас есть два цвета, то мы уже сможем нарисовать больше деревьев. А именно вот столько. Да, мы можем нарисовать уже целых три дерева. Конечно, не такой прям большой прогресс. Но что если мы попробуем добавить еще третий цвет? Сколько тогда мы можем нарисовать деревьев? И тут все становится уже сложно, потому что их становится очень много. Очень много это значит, что их не бесконечное количество. Есть доказательства, что их конечное число, то есть если мы будем их очень-очень долго рисовать, они даже не закончатся. Но правда нам не хватит вселенной, чтобы их нарисовать, потому что это число больше, чем число Грэма. Оно не просто больше, чем число Грэма, оно несравнимо больше, чем число Грэма. Между числом Грэма и этим числом просто колоссальная разница. Она больше, чем все любые разницы, которые были до этого. То есть это число уже настолько большое, что мы даже не можем его записать какими-то стрелочками или какими-то подобными функциями. Нам нужно писать довольно большой алгоритм, который бы его вычислял, но при этом он никогда не остановится. Ну когда-то бы он остановился, если бы Вселенная бесконечно долго могла бы это поддерживать. Но нет. Но тем не менее, был бы у нас бесконечно быстрый компьютер, мы бы смогли вычислить это число. Но что если есть числа, которые даже вычислить нельзя? Настолько они большие. На самом деле некоторые из них можно вычислить, используя некоторые лайфхаки. Следующая функция называется BB-функция. BB это busy beaver, то есть занятый бобер. Допустим, у нас вот есть некоторый вот этот бобер, у которого очень много дел. Он должен красить клеточки в черный цвет. Изначально все клеточки белые. Клеточек бесконечное количество. Он может красить клеточку либо в белый, либо в черный цвет. Но он может делать не только это. Смотрите, у него есть определенные действия, которые он может повторять постоянно. В одно действие входит посмотреть на окружающие стрелочки, и в зависимости от этого покрасить клеточку, где он стоит, либо в белый, либо в черный цвет, и пойти либо вправо, либо влево. Это все одно действие. И при этом мы можем записать ему набор действий. Например, делать вот такое действие, или вот такое, или вот такое. При разных условиях клеточек вокруг него. Суть игры в том, чтобы подобрать такие команды, при которых он покрасит наибольшее количество клеточек в черный. Ну и можно подумать, что это ведь легко. Мы просто даем ему команду постоянно идти, например, влево, и красить клеточки в черный цвет. Тогда он просто бесконечность клеточек закрасит черными. Но тут мы говорим, что если он будет повторять одно и то же действие бесконечно, то игра тут заканчивается. При таких условиях получается, что если у него есть всего лишь одна команда, например, идти влево и красить клеточку в черный, то он покрасит всего лишь одну клеточку. Потому что дальше он просто зациклится и начнет повторять одно и то же бесконечно. Соответственно, игра закончится, и он сможет покрасить всего лишь одну клеточку. Если у бобра будет не одна, а уже две разных команды, то, исполняя либо одну команду, либо другую, он сможет покрасить уже 4 чёрных клеточки, перед тем, как зациклиться и уйдёт в бесконечность. Ну и всю его историю покраски клеточек можно изобразить вот так. То есть вся его история сверху вниз, как он со временем их красил. При трёх командах он уже закрасит 6 клеточек. Да, не так много, вроде бы не так быстро растёт эта последовательность. Тем более, что при четырёх командах он сможет покрасить 13 клеточек. Тоже не так много. Кстати, откуда берутся все эти числа? Их невозможно просто так вычислить. Это значит, что нет какого-то общего алгоритма для их нахождения. Чтобы их найти, нужно просто перебрать всё и найти, что из этого подойдёт. То есть фактически мы просто тыкаем в небо и смотрим, подходит это или нет. Получается, что такая последовательность, она в общем случае невычислима. И для неё можно доказать, что она растёт быстрее любой вычислимой последовательности. Быстрее это не значит, что она начинается с каких-то больших чисел. Например, функция 3 тоже начиналась с единицы и тройки, а потом пошло огромное число. И эта функция вроде бы начинается с не таких больших чисел. Но то, что она растёт быстрее, означает, что однажды она обгонит другую функцию. То есть на достаточно больших аргументах она рано или поздно её обгонит. И для вот этой вот BB функции мы знаем, что она растёт быстрее любой вычислимой функции. Быстрее любой вычислимой это значит, что какие бы мы там 3, 3, 3, 3, 3 не накладывали, сколько бы мы их друг в друга не засовывали, какую бы там рекурсию не делали с вот этими функциями, значит, что вот этот бобёр однажды закрасит больше чёрных клеточек, чем та любая функция. Но пойдём дальше. И для пяти команд уже неизвестно точное решение. Есть вот такое вот гигантское решение, и оно закрашивает в конце 4098 клеточек. Но неизвестно, лучше это решение или нет, ведь мы не можем просто так это посчитать. Для десяти команд уже известно, что это больше, чем 1 и 18 тысяч нулей. Видите, тут функция внезапно просто взрывается и начинает расти очень быстро. Точно известно, что десятый элемент уже больше, чем 3, 3, но неизвестно, насколько больше. Может быть, он немного больше, а может быть, он просто несравнимо больше. Также известно, что 18 элемент уже больше, чем число Грэма. И такими темпами может быть ему и до 3, 3 недалеко. Известно, что 1919 элемент этой последовательности уже настолько большой, что его существование мы математически не можем ни доказать, ни опровергнуть. Ну, если точнее, используя вот эту вот ZFC, теорию множеств стандартную, которые обычно приняты. То есть это уже становится реально чем-то странным. Функцию этого вот бобра BB мы можем вычислить теоретически на бесконечно быстром компьютере. Но если мы возьмем вот эту функцию BB от функции BB, то получается такое, что даже бесконечно быстрый компьютер это не сможет вычислить, потому что ему придется вычислять остановку другого бесконечного быстрого компьютера, и, короче, все. На этом все останавливается. Но числа, которые создает эта функция, это еще не самые большие числа. Есть еще больше. Итак, число еще больше. Оно называется число Райо. И оно определяется так. Наименьшее положительное целое число больше, чем любое конечное положительное целое число, порождаемое выражением на языке теории множеств первого порядка, используя гугол символов или меньше. Да, это звучало сложно, но на самом деле, смотрите, фактически это просто все, что мы можем математически записать. Ну, вот эта теория множества, это, можно сказать, стандартные математические аксиомы, которые обычно используются. То есть, допустим, мы пишем в десятичной системе счисления, да? Одним символом мы можем написать 9, да? Это максимальное число, которое мы можем написать с помощью одного символа, то есть одна цифра. Двумя цифрами мы можем написать, например, 9 в девятой степени, что уже очень много. Либо мы можем написать там 9, тетрадцы 9, они получаются очень большие. И найти их просто так нельзя. То есть нам нужно, опять же, перебирать все, что мы можем математически придумать, чтобы получить такое число. Фактически, эта последовательность означает максимальное число, которое мы можем вообще математически получить. То есть любое число этой последовательности, оно будет на один больше по определению, чем любое число, которое мы можем вообще математически запихнуть вот в эту запись. То есть эта последовательность растет на один быстрее, чем любая математическая последовательность, которую мы бы могли вообще в теории записать. Вот что это означает. То есть, что бы мы ни написали, это будет расти чуть быстрее. И, соответственно, то самое число, которое стало известным, это число, которое записывается с помощью гугола символов. То есть, если вот через гугол символов мы сможем найти определение какого-то мегагигантского числа, вот это будет больше. Ну, и это не самое большое число. Есть еще, например, число Bigfoot, которое примерно похоже, но оно использует расширенную нотацию, через которую мы можем порождать еще более большие числа. Но еще забавно то, что все эти числа, они просто в бесконечность раз меньше, чем бесконечность. А бесконечность это тоже не так много. Есть ведь штуки гораздо большие, чем бесконечность.